Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. 500 праздничных эпицентров, миллион бутылок шампанского и тонна сладостей, Новый год наступит по плану. Зима за стеклом, городские витрины соревнуются в креативе с новогодними открытками. Сезонная миграция витаминов сегодняшнего дня прекратилась продажа овощей и фруксов на улицах. Подробнее о том, чем жил Минск сегодня, расскажут корреспонденты СТВ и я, Юлия Зыкова. Зима сегодня официально вступила в свои права. Счет до наступления нового 2010 года пошел на дни, а город плавно перешел из фазы ожидания праздника в фазу активной подготовки к ним. Новогодние подробности выясняла Валентина Железная. 724 часа 58 минуты 30 секунд. Минск включает таймер и начинает обратный отсчет времени. И если не вы в гости к сказке, то сказка обязательно придет к вам. Ведь организаторы уверяют, праздничное место пусто не будет. Новогоднюю вахту пронесут по всей столице, а караул сменят более полутысячи праздничных эпицентров. Самым красочным мероприятием по традиции станет театрализованное шествие Дедов Морозов. В свете с ними продефилируют участницы конкурса «Мисс Минск-2009». В параде также пройдут колонны костюмированных сказочных персонажей, веселый паровозик с детьми, духовой оркестр и даже скоморохи на ходулях. Финальный аккорд на Октябрьской площади отыграет весь собравшийся хоровод. Под традиционной елочкой гори огни зажжет главная елка страны. А главный дедушка после выполненной миссии с подарками отправится в предновогоднее турне по детским лечебным стационарам. «Хотим подарить свои сердца тем, кто не нуждается в своей заботе, чтобы не просто Дед Мороз отработал, ушел куда-то к себе в пущу, как верят дети, либо куда-то отправился за подарками, а чтобы он все-таки свою функцию продолжил дальше вместе с своей свитой». Праздник в шоколаде обещают и сладких дел мастера. В ожидании своего коронного выхода на прилавки уже более тонны кондитерских лакомств. Еще один неотъемлемый атрибут новогоднего стола – игристая вина. Ставки идут на миллион, так что в дефиците бутылки с пузырьками точно не будут. В кафе и рестораны с 15 декабря по 1 января вход будет строго разрешен до 6 утра. Кстати, свой голубой огонек предлагает каждое звено цепочки общепита. Только пока идут последние приготовления, места не заняты. Цена карнавальной ночи уж больно бьет по кошельку. «В декабре месяц уже наступил, а свободные места на новогодние вечеринки, на новогодние праздники, они остались. То есть наверняка руководители предприятий изучат ситуацию сложившуюся и примут решение либо о каком-то снижении стоимости, либо каким-то другим способом будут привлекать население». На свой предновогодний карнавал позовут и хвойные красотки. С 23 декабря новогодних леди можно будет брать живьем. Работу начнут елочные базары. В хвойном меню деревья высшие пробы на любой вкус и кошелек. Цена на ароматный товар будет в прямой зависимости от высоты. Само же свидание с 2010 пройдет под громкие красочные залпы новогоднего фейерверка. Эффектное световое шоу мастера пиротехники устроят ровно в 12, когда городские куранты будут отсчитывать первые секунды 2010-го. Ну а на Всеминске «Голубой огонек» позовет площадку у национального алмаза знаний. Отметить там Новый год можно будет под звуки ностальжи. Музыкальную открытку из любимых хитов зрителям подарят звезды эстрады. Валентина Железная и Александр Горощенко с подробностями новогоднего настроения. Открылась сезон новогодних покупок, а заодно оценила креативное убранство столичных витрин наш дежурный по городу Надежда Бука. Новый репортаж нашлось вместо и другим столичным подробностям. Город в ожидании праздника. Витрины как новогодние открытки. Возле каждой елки впору водить паровод. Магазины манят не товарами, а интересными дизайнерскими находками. Прохожие как будто попадают на эксклюзивные выставки. Ведь каждый год новые детали. В предновогоднем убранстве они важны. Даже искусственный снег на плюшевом мишке. Новогодний декор с тонким вкусом радует минчан. Вечером едешь, приятно ехать с работы, когда все подсвечено огоньками. Ощущение праздника, такое возвращение в детство. Необычные украшения, символ борьбы со спидом на груди у минчан. Первый день зимы, как день надежды. Красной ленточки принимали как подарок. Очень важный день, очень важное мероприятие проводится. Это здорово, что молодежь вот так вот заинтересовывается. Красная ленточка стала официальным символом борьбы со спидом еще в 2000 году. И первыми, кто поддержал акцию, стали звезды американского шоу-бизнеса. Теперь к марафону здоровья присоединились все континенты. Эта ленточка станет символом того, что мы не дадим распространяться дальше этой болезни. Красной ленточке прилагался бонус – элементарные средства защиты. Простые вещи, которые могут спасти жизнь. Надо все же как-то думать о своей безопасности. Сегодня в уличных лотках изобилие витаминов, но завтра весы опустеют. Сегодня лимонные помидоры прощались с улицей до весны. Теперь к продуктовым магазинам уж точно не зарастет народная тропа. Запасаться плодом овощной продукции можно будет в тепле и уюте. Сегодня после зимы мы допродаем товар. Столичные подробности внесли свою скромную лепту в овощную распродажу. Полтора килограмма хурмы ушло к своим законным владельцам. 12,900. Сейчас дам сзади. Поднимите, пожалуйста. Первой копиле торговля натуральными витаминами оживет. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт ctv.by. Звоните по телефону горячей линии 1-600-700. И помните, нам важны подробности. И это день в истории столицы. Ровно 65 лет назад первых читателей встречала Республиканская библиотека имени Ленина. А в 2000-м столице прошел саммит глав государств СНГ. Это уже история, чем запомнился этот день сегодняшним минчанам в нашем традиционном опросе. Я постриглась. Я сегодня купила диван, комод. Я сегодня еду на мероприятие. Одним из организаторов этой мероприятии будет мой сын. Я сейчас в волнении. Купила до внучки дню рождения коньки. Ну, отмоделировал синтезатор частоты для радиостанции. Купила два билета. Один оперный, а второй на пищников. Очень город красивый. Вот ходим, смотрим, мы приезжаем. Сижу в закрессе с ребенком. И каждый день заставляет меня улыбаться. Это мой ребенок. Наши дежурные корреспонденты продолжают свою работу. Верят ли минчане в Деда Мороза, а также новые городские подробности уже менее, чем через три часа. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Юлия Зыкова. До встречи в 20.25. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова